В мире Симс появляется еще один персонаж и имя ее Эшли Китт, и она хочет выполнить все жизненные цели обновленного дня СПА. Кстати, сразу обращаем внимание на новую черту характера, которая дает нам возможность получить все услуги бесплатно в СПА Салон. В этих сериях вы узнаете выполнение сразу трех жизненных целей, изменившихся в дне СПА и других фишках игры. Наша леди только начинает свой жизненный путь. Для начала она снимает квартиру в доме Голдена. Дом для тех, кто только начинает свою жизнь. Она снимает квартиру на первом этаже, которая раньше принадлежала одному знаменитому актеру, и мы с вами знаем какому. Итак, начинает она с жизненной цели специалист в сфере заботы о себе, где ей предстоит заработать репутацию в сфере заботы о себе, регулярно посещать СПА Салон и иметь регулярных клиентов. Что ж, это будет интересно. Я и сам не совсем понимаю, что от нас требуется. Для начала наша Эшли делает ремонт и, конечно же, покупает коврик для того, чтобы начать свой путь. Первое требование это работать, то есть заработать как-то на здоровом образе жизни, только интересно как. Эшли зашел поприветствовать хозяин дома. Что ж, он довольно приветливый, хотя только мы с вами знаем, кто это и что из себя представляет. А вот Эшли пока что не догадывается. Крис говорит, чтобы она чувствовала себя уверенно в этом доме, любая поломка будет в миг устранена. А также он рассказывает ей про СПА Салон, который был открыт совсем недавно и принадлежит директору одной мега корпорации. Что ж, взяли на заметку. Итак, начинаем заниматься здоровым образом жизни. Для начала позанимаемся йогой на коврике. Собственно, где и как вы будете прокачивать навык, не имеет никакого значения. Недоработка это или просто упрощенность от разработчиков, но занимаясь йогой, ваш персонаж также качает способность сделать массаж или маникюр. Выглядит это, конечно, странновато. Так, за квартиру надо как-то платить. И у нашей Эшли на самом деле была детская мечта – стать ученым. Ученый – это одна из открытых карьер, и в ней есть ежедневные задания. В данный момент у Эшли сделать два открытия. Чтобы случилось Эврика с нашим персонажем, ей достаточно читать книжку или, например, заниматься садоводством. Поэтому Эшли совмещает приятное с полезным, читая книгу по здоровому образу жизни. Она не только качает навык до второго уровня, но и открывает создание модели сохранения импульса. Вещь, правда, бесполезная, но все же. Вечером наша героиня решает сходить в новый спа-салон. Эрика Томпсон изучала материалы, связанные с Ньюкристом. Она хотела понять, с чем связан огромный приток симов в этот город и невероятная быстрая застройка. В городе строятся многоэтажные дома, кафе и спа-салон открылся совсем недавно. Ее также волнуют убийства, происходящие практически по всем городам. Кто-то убивает симов, которые выполнили свои жизненные цели. Эшли попала в этот новый спа-салон, где ей удается позаниматься с инструктором. В этом спа-салоне можно попробовать все. Йога, медитация, массаж, маникюр, сауна. Удивительное место было построено в городе, где раньше не было ничего, кроме травы. И все симы болтают о том богаче, который развивает Ньюкрист. На следующий день Эшли решила заняться наукой. Это ее первый день в лаборатории. Собственно, что можно рассказать про карьеру? Все как обычно. Есть ежедневные задания, мы их выполняем. И за счет этого повышаем успех своей деятельности. А именно ходить на рыбалку, заниматься ракетостроением, работать с микроскопом, искать коллекционные предметы и контактировать с пришельцами. Самое интересное, это конечно изобретение. Но для их создания нужны ингредиенты, которые мы сможем подглядеть в личном дневнике. Возможно, в будущем Эшли сумеет раскрыть все возможные изобретения. Конечно же, Эшли также не забывает про свою жизненную цель. Она впервые хочет попробовать заработать на своих знаниях здоровом образе жизни. И решает попробовать себя, делая сим-массаж руки-ног. Что, кстати, стоит 47 миллионов. Также за успешный массаж нам могут дать чаевые, Эшли замечает владельца спа-салона. Это Зак Голден. Оказывается, именно он и является тем самым симом, который вкладывает огромные средства в развитие города. Вы знаете этого сима из серии, где он превратился из обычного блогера в мега богатого персонажа? Полезно ли это знакомство для Эшли или все же нет? Пока точно неизвестно. Но одно мы знаем точно. Зак замечает Эшли. Ее великолепный талант делать массаж. Эрика Томпсон также посетила этот спа-салон в этот же день. И теперь она понимает, кто стоит за всеми этими строительствами. Зак Голден не раз был замечен с такими преступниками, как Крис Сайлер. Но этот старый пердун уже не может решать такие проблемы. И вряд ли новые убийства это его рук дело. Остаются главные вопросы. Зачем Голден отстраивает город? И кто стоит за убийствами симов, выполняющие жизненные цели? Похоже, придется обратиться к давним врагам Эрики. Рано утром к Эшли зашел хозяин дома, Крис Сайлер. Он узнал, что Эшли работает в научной сфере и делает успехи. Он говорит, что у него есть отличное место в будущей лаборатории, строящейся в этом городе. Если она и дальше начнет успешно изобретать всякие штучки, он порекомендует ее на место ученого. Эшли не совсем понимает, про какую лабораторию идет речь. Но ее сильно заинтересовало это предложение. И она немедленно берется за новое изобретение. Всего в карьере ученого 21 открытие, которое мы сможем создать либо в химической лаборатории, либо в роботоконструкторе. Но самое интересное, это конечно же изобретение. А именно, рентген Сим, который может управлять сознанием Сима, и его кстати можно купить. Спутниковая тарелка, можно обнаружить с пришельцев. Устройство для клонирования. Генератор поточного изменения червоточин. Пока что Эшли знает про эти изобретения из книги, но в будущем она сможет сама их создавать. В это время в кабинете у Голдена Крис Саллер докладывал, чем занимается Эшли и какие она создает вещи. Голден начинает понимать, какая мощь представляет из себя наука. Его даже не интересуют инопланетяне и Сексима. Его интересует что-то большее, неизведанное и то, что возможно следит за нами или даже управляет. Эшли не забывала про свою жизненную цель и попробовала себя во всем, развивая не только свои навыки, но и навыки других, конечно попутно зарабатывая на этом. Она также выставляла свои фотографии в Синстаграме, чтобы больше Симов посещала Экспа-салон. Так у Эшли будет больше клиентов, а значит больше денег. Такие секреты бизнеса она конечно же посмотрела в интернете. Это прибыльная ниша, а если прибыльная, то значит что? Значит моя. А если серьезно, по моим расчетам, самый высокий заработок будет конечно обучением по йоге. Так как вы обслуживаете сразу несколько Симов и берете с каждого по 110 миллионов. А в других же услугах, типа маникюра или массажа, вы сможете обслуживать только одного Сима. Эрика Томпсон получала практически каждый вечер новое сообщение о смерти персонажей. Все они зарегистрированы как несчастные случаи, ведь иначе в мире Симс умереть невозможно. Но однажды она видела сверх вещи, которые неестественны для этого мира. И она дала этому название. Моды. Моды не должны прорываться в этот мир. Но как это и что это, она не понимала. А вот Зак Голден уже начинал догадываться. Эшли делала успехи на работе. Она зарабатывала уже приличные деньги не только в сфере науки, но и в сфере здорового образа жизни. Весь Ньюкриз хотел взять у нее уроки йоги или получить от нее шведский массаж. Ей по сути оставалось лишь немного, пора переезжать, читает Эшли. Но Крис Саллерс уже узнает о ее мыслях. И предлагает ей жить в более просторной квартире и самое главное, работать в лучшей лаборатории этого города. А возможно всего мира Симс, которая недавно открылась в Ньюкрист. Эшли охотно соглашается и ужасно интересно, что это за лаборатория. Эрика Томпсон узнает, что в Ньюкрист еще и открылся головной офис корпорации Голдена. Это небольшой музей, где выставлены награды за карьеры, навыки и выполнение жизненных целей. Интересно, откуда у Голдена все эти вещи? И куда ведет этот коридор? Почему туда не могут зайти обычные посетители? Эшли понимает, что ее устраивают начальником лаборатории в корпорацию Голдена. На первом же совещании, где были собраны все ключевые фигуры корпорации, Эшли узнает основную задачу исследования. Что за ромб над нами? И кто управляет нашими жизнями? Бред и недоумие в глазах Эшли подчеркивают, что работа в этой лаборатории будет действительно интересной. И хорошо, что перед этим она выполнила свою первую жизненную цель и в следующей серии перейдет к следующей. Если вам понравилось видео, обязательно ставьте лайк и рассказывайте в комментариях, смогли ли вы заработать состояние на спа-услугах. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok